В Великобритании число погибших от коронавируса превысило тысячу человек. По меньшей мере, 13 из них не входили в группу риска. Премьер-министр Борис Джонсон, который тоже болен COVID-19, собирается ужесточить условия карантина. Его призыв к людям в письменном виде следовать правилам на следующей неделе получат 30 миллионов адресатов во всех четырех странах Соединенного Королевства. Рассказывает наш лондонский корреспондент Галамжан Караманула. Это съемки с птичьего полета некогда знаменитого Всемирного выставочного центра «Эксель». Отныне он будет выполнять функцию временного госпиталя с вместительностью до 4000 коек. Подобные медицинские учреждения, включая морги на 12 тысяч человек, появятся в Бирминге, Кардиффе и Манчестере. Там ожидают наплыв новых зараженных пациентов, так как другие больницы уже переполнены. Если мы сможем сохранить смертность ниже 20 тысяч человек, это означает, что мы очень хорошо справились с этой эпидемией. Что касается премьер-министра, у него проявляются легкие симптомы болезни. Борис Джонсон продолжает возглавлять правительство. Утром провел видеоконференцию. Никто не застрахован от этой болезни, именно поэтому мы просим людей следовать советам правительства. Существует и другая проблема с обеспечением безопасности медицинского персонала. Не хватает защитных их пировок. Дело доходит до того, что иногда им самим приходится из подручных средств делать маски и другие средства защиты. Я хочу внести ясность. Медсестры должны иметь защитные маски, передники и перчатки. Если они планируют работать на расстоянии одного метра от пациента, это крайне важно. В письме, помимо послания от премьер-министра, домовладельцы получат рекомендации на период карантина. Но главный месседж Бориса Джонсона следующий. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится. Все будет только хуже перед тем, как улучшится. Поэтому чем строже будут соблюдаться правила, тем меньше будет смертей. Халмжан Храманова, Великобритания, Лондон, специально для Хабар-24.